Пап, у тебя зарядилась камера. Ну, прекрасно. Если сзади не горит... Горит. Горит? А тогда дай мою зарядку, Катя, дать не мотор. А у него как раз уже 15. Потому что кто-то ее включил. Всем доброго денечка, уважаемые подписчики, зрители. Итак, что по кавзам. Достаточно большие паузы. В предыдущем видео я говорил, что набрал определенный объем работы, который нужно сделать. На сегодняшний день фактически территория пустая. Осталось несколько прицепов доделать. И я активно приступлю к продолжению работ по кавзику. Но самое главное, что теперь я не один. У меня команда. Еще два человека мне помогают в моих трудах. И все идет по плану. Соответственно, техника сдается. Вы ее видите постепенно на YouTube-канале Анвер. Обзоры. Ну и я приближаюсь к тому, чтобы у меня была денежка строить дальше автобус. Сегодняшнее видео будет состоять из двух сюжетов. Один маленький сюжет. Приезжал Николай, дизайнер. Обсудили с ним по сиденьям. Соответственно, по обзорности. Приехал Николай. Дабы поделиться. Давайте послушаем. Всем привет. Николай. Накидал на основе существующего блюпринта, то бишь чертежа автобуса КАВЗ. Соответственно, и различных вариантов, в том числе и короткой кабины правильной, которые найти очень сложно на самом деле. И плюс доработки, которые были произведены по изменению высоты кузова, накидал чертеж с допустимыми зонами посадки, с допустимыми обзорностью, с допустимыми решениями по габаритам. Что у нас получается? При сохранении перегородки... То есть как вот она заводская была, да? Как она заводская была, на самом деле ни на одном чертеже ее нет. Ну, то, что мы померили. Да, приблизительно. Плюс-минус. То есть мы можем... У нас есть, если что, запас назад. Мы можем всегда отъехать. Я сделал приближенно... Максимально приближенно вперед. 1246 миллиметров. Это перегородочка от среза стекла лобового. Что у нас получается? Посадка становится более вертикальной. Это связано с ограничением по зоне левой ноги. Там, если кто не знает, в Кавзике находится табличка с номером кузова. Номер шасси. Да, да, да. И ее нельзя ничего с ней делать. В любом случае, пьется чуть-чуть подрезать. Но, как она так вот, допустимо. В допустимых пределах. Все размеры сделаны по ВОЗ-ам. Соответственно, предел под левую ногу. Это 407 миллиметров. Это минимальный запас, который должен быть свободный. Это здесь площадка для отдыха ноги, да? Да, будет и площадка для отдыха. Там, в принципе, по старым ГОСТам площадка для отдыха вообще никак не регламентируется. Это мы уже потом ее по месту... То есть пока это просто свободная зона? Пока это свободная зона, да. Потому что на всех автобилях до сих пор по ГОСТам площадка под левую ногу не регламентируется вообще. То есть хотите, производители делаете, делаете. Как сами считаете нужно. Поэтому, например, на автобилях одной ноунейм-марки площадка под ногу очень неудобная. И никто за это их не ругает. Опять-таки, из-за того, что у нас есть ограничения, пришлось сделать посадку более вертикальной. При более вертикальной посадке необходимо применять уже педали неподвесные из-за того, что ход педали будет ограничен. Плюс у нас есть ограничения по моторному щиту. Соответственно, тоже сильно вперед ноги продвигать мы не можем. Принято решение применить напольные педали. Такие применялись на старых вариациях грузовика КАМАЗ. Ну, старый 53-й тоже газон, но я боюсь, что мы педаль можем не найти. У КАМАЗа есть преимущества. Они до сих пор есть и производятся как запчасти. И они сблокированы по две штуки. То есть, у нас есть сразу модуль правая педаль газа и педаль тормоза. Левая педаль, педаль сцепления у нас может быть кастомизированной. То есть, мы можем взять, опять-таки, КАМАЗовский узел. Мы можем взять обычную подвесную педаль. То есть, здесь все будет зависеть, опять-таки, от результатов примерки сидений, которые мы сейчас произведем. Сидения. Заводской чертеж был. Это то, что Т-ситинг мы сейчас... Или нет, это еще старое? Вот это. А, это Т-ситинг, которое новое. Да, которое новое, которое хорошее, с пневмоподвесочкой. И которое почему-то по чертежу показано в самом нижнем варианте. Потом я посмотрел точки H, которые они задавали в чертеже. Это точки, откуда идет расчет эргономических параметров водительского сидения. То есть, это среднее положение, да? Ну, условно среднее, да. Будет так проще сказать. Я посмотрел, какой у нас получается максимальный отход сидения назад. По точке H, которую они опять-таки предлагали. Я все это перекинул в наш замечательный автобусик. И у нас получился достаточно большой запас сзади. В случае нечто-то ситуации, назовем это так. Это все равно нужно продумывать. У нас получился необходимый запас под подколенную чашечку. А там же подушка еще выдвигается, да? Да. Это положение сидения в опущенном состоянии. Манекен уже сидит сейчас в состоянии поднимом сидении. Соответственно, мы сейчас это перепроверим. Лисит она поднимается на эту высоту. Но я уверен, что если у них чертежа точка H в правильном месте, значит и у нас она тоже будет в правильном месте. Дальше показан объем, допустимый для расположения и передвижения рычага коробки передач. Также он показан на виде сверху. Он также соответствует с реальным регламентирующим нормам. Подожди, это вот... Здесь может располагаться рычаг КПП во всех его крайних позициях. Соответственно, это радиус от точки H 600 мм. И ограничение по ширине 700 не ближе 700 к краю сидения. Также у нас есть рулевая колонка, руль. Руль я оставил тот же самый. 440, по-моему, миллиметров в диаметре. И задал крайней позиции. Это предельная зона расположения каких бы то ни было устройств, кроме того, что должно быть под рулем. То есть, переключатели света, переключатели щеток. То есть, здесь ничего не должно располагаться. Соответственно, также была выполнена... Расчетная работа по поделению углов посадки оптимальных. У нас получилось в нижних пределах, то есть, руль максимально горизонтальным, если так можно сказать, как это допустимо по ГОСТам. Это позволяет обойтись вообще, даже не думать об этом, о системах усиления рулевого управления. То есть, момент большой, плечо большое, проблем нет. И получается то, что руль, как бы, ну, вот ты тянешь так вот, не вот вниз, как бы его давишь, да, а именно вот на себя. А в принципе, принято считать, что чем больше руль, чем более он вертикален, его рулевая колонка, чем более вертикально, тем меньше усилия нужно на руль. Соответственно, на троллейбусах, где работали женщины, ставили рулевые колонки вертикально с огромной баранкой. Я думаю, все помнят такие баранки. Вот. По зонам обзора. По зонам обзора очень интересно получается. Мертвой зоны практически нет. У нас удалось получить примерно тот же результат, что и на стандартном автобусе с новой кабиной, где оперение квадратное, я уже забыл, как он назывался. 3307. 3307, вот. У нас получилось по рекламу заднего вида интересная ситуация, необычная. Из-за того, что мы посадили водителя левее, выше и, на самом деле, чуть ближе вперед, зеркало относительно штатной позиции уезжает вперед и правее. Только в этом случае допустимый угол, как мы все помним, угол падения равен углу отражения, допустим, чтобы видеть позицию слева. Соответственно, применять стандартные автобусные крепежи, ну, скажем так, можно будет. То есть... Но придется их удлинять значительно. Подожди, то есть, вот. Вот штатные, которые старые стояли, да? Там огромные каркалыги. Ну, смотри, здесь показана такая достаточно странная... Странный способ установки зеркала заднего вида. Я подумал, что, скорее всего, точка крепления такая же. Собственно, я думаю, это совпадает. А вот длина значительно увеличивается. То есть, относительно штатный, который есть на чертеже. К сожалению, мне сложно сейчас сказать, как я была в оригинале на этом автобусе. Ну, в общем, смотри, получается, что вот это было так и есть. Вот там огромный такой кронштейн, и лопух торчит вбок. Получается еще больше. То есть, то, что я сейчас зеркало разместил, условно говоря, на капоте, да, там, на оперении, от него веду вперед, то есть, в принципе, пойдет. Это допустимо, но у тебя есть проблема. Ты же хочешь сделать оперение откидывающимся. В свое время... Ты имеешь в виду, вибрация будет из зеркала? Хуже, у тебя даже при фиксации у тебя будет чуть-чуть уползать позиция зеркала. На ЗИЛах пытались сделать откидную кабину, откидное переднее оперение. У них не получилось это сделать по двум причинам. Первое, это фары. Они хотели оставить их на оперении. Им пришлось их переносить на бампер. Все помнят, как в итоге выглядел последний ЗИЛ из выпускавшихся. Вся оптика была на бампере. И они хотели перенести туда крепление зеркал, тоже на оперение. Тоже они очень быстро отказались от этого решения и перешли на крепление к кабине, к стойке кабины. То есть, чтобы убрать вот эти все вибрации. Чтобы убрать эти вибрации, чтобы убрать уползание позиции зеркала при постоянном открытии и закрытии капота. Потому что идет момент, идет удар, зеркало чуть-чуть сдвинется раз, водитель придется встать, поправить зеркало, опять сесть. Потом через 2 недели он съест. Ну понятно, то есть постоянно нужно регулировать. Да. После каждого открытия капота. То есть, возможно, если там останется небольшая площадка между капотом, между оперением и кузовом автобуса, на эту площадку можно будет поставить. Все зависит будет от места расположения разъема, который ты задашь. Угу. А по правой стойке все значительно лучше, это 6 градусов и никаких проблем. Соответственно, правое зеркало можно будет оставить на штатном креплении. То есть, либо здесь какое-то дополнительное зеркало ставить, или это просто зона, то есть, когда на перекресток выезжаешь, я могу там пешехода не увидеть, там машину выезжающую, да? То здесь зеркалами не обыграешь эту зону. Нет, безусловно, можно обыграть. Обычно ставится нижний сегмент зеркала с панорамой. Этого будет достаточно. Тебе мешать обзору на пешехода ничего не будет. Потому что все, в принципе, переделать, допустим, вот 15 градусов здесь, как на северных автомобилях делают, это уже плохо. Но там сейчас появились системы радары, есть появились камеры дополнительные. Это мы говорим про легковые автомобили, безусловно. А на грузовиках там вообще камер полно. У нас в едах дорогих. Так, ну, а теперь вот еще самый основной вопрос, пока вид сверху. То есть, вот пассажир, да, и вот зона прохода. У нас получилось 550 миллиметров между проемом дверным и краем сидения. Это когда сидение вправо сдвинул? Это когда сидение сдвинута максимально назад. Нет, я имею в виду, у меня еще сидение планировалось двигать сюда-сюда. Ну, да, безусловно. Оно сдвинуто, а здесь, исходя из ограничений на размещение рычага КПП, я сделал небольшой запас, чтобы пассажиру было удобно. Но если нам удастся обеспечить ход рычага КПП меньший, то есть, примерно, вот в этой зоне, мы можем сдвинуть сидение еще левее. Плюс нельзя забывать, что данное сидение расположено в крайне заднем положении. То есть, в среднем положении оно будет располагаться вот здесь. Ну, то есть, педального узла не будет у пассажира, ему проще. И здесь, опять же, да, то есть, во время стоянки, когда рычаг, допустим, на первой передаче, то есть, я сидение могу сдвинуть чисто для того, чтобы увеличивать зону прохода. Да, это можно. Так что, смотри, современные двери в этих, в кемперах, ну, в автодомах, они как раз где-то 550 идут. То есть, достаточно узкий. Да, но здесь есть маленькая проблемка. У нас же борт имеет небольшой завал кверху. Вот я только за него переживаю, за этот завальчик. Ты имеешь в виду крыши? Да. То есть, крыша где-то будет по точке располагаться вот здесь. Слушай, ну, крыши там проблем нет. Тут больше меня волнует, что ступенька узкая. И вот именно шаг сделать. Мы просто сделаем раньше. Значит, ступеньки все несколько проще. Потому что у меня здесь же вот усилитель идет, ну, подрамника. Поэтому мы их просто сделаем раньше. Человек будет сразу заходить боком. Сделать здесь большую петлю, чтобы дверь больше открывалась. Человек заходит сразу влево. А в принципе, здесь у меня же не будет кочерги, которые держат. Раньше держала кочерга, а сейчас петли, они, соответственно, позволяют больше дверь открыть. То есть, полем здесь я не вижу. Соответственно, теоретический чертеж можно считать выполненным успешно. Сейчас все зависит только от конкретных решений, которые мы примем при дальнейшем расчете. То есть, и вот смотри, по колонке, значит, я примерно 130 миллиметров планирую. 127 сейчас. Ну, то есть, 3 миллиметра ни о чем. Ну, больше нельзя. Сейчас мы подойдем к автобусу и увидим, в чем причина. Может быть, даже и от 127 откажемся, будет где-то 110. То есть, такой вариант тоже возможен. И при этом водителю здесь все так же комфортно и пространство слева. Ну, там запас большой, огромный. И проблем с посадкой и высадкой тоже не будет. То есть, сейчас мы должны понять уровень пола, то, что он будет общий с салоном или нет. И, соответственно... И с вот этой нишей. Там, где табличка номер 1. И плюс с дверью, с порогом входной водительской. Да. Это будет сейчас нужно будет смотреть, посмотреть, проверить и приедет к начать на решение. Коль, я сейчас дастер переставлю. И мы подключим беркут. Так, Коль, это 50 миллиметров каждый. Да, я понял. Сейчас я буду поднаду. Так, то есть, сейчас мы вот эти вот заветные 150 миллиметров... Так, это... А тут автоматику. Сейчас включаю. Все, он постоянно будет качать. А тут в зависимости, знаешь, какое оно хитрое. То есть, нагрузки нет, она в нижнем положении. То есть, сейчас поднимется. Все, заполез. Да, и она будет сама в зависимости, есть кто-то, нету никого. Она будет сама регулировать. Так, главное, чтобы оно не полетело в него. Вон, слышь, она нагрузку поменяла. Так, смотри, значит, это... Это быстрое стравливание. Это, соответственно, подъем. Чтобы сиденье... Спинку? Да, сейчас, вот она. Ну, да, как я и сказал, даже тут запасом. Сейчас, рулевая колонка сейчас будет вот здесь. Сейчас сиденье чуть-чуть слишком вправо, надо еще илевее его сносить. Слушай, здесь надо что-нибудь тогда будет сейчас подумать, подпереть. Давай подумаем. Просто еще чуть-чуть надо, и как раз мы... Ну, вообще, все получается. Я даже если... То есть, вот этот корот трогать не будем, он, я думаю... Ну, смотри, я сейчас сделал вот насечку. А, вот эту вот. По чертежу моему, теоретическую. Ну, здесь сколько это? 15 миллиметров где-то. Да. Ну, смотри. Я сейчас больше всего удивлен тому, что даже в вертикальном максимальном положении сиденье не поднимается по точке их H, которую они в чертеже задали. Сейчас, ну, давай, значит, что-то я, может быть, неправильно делаю. Нет, это под поясничной, тоже под поясничной, вторую ступень. Так, тогда подожди. Во! 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 Все, это максимум. Все, это максимум. Да. Ну, вот. Слушай, тут... А, может быть, даже и на подвесные пойдут. Вот, если у нас будет пол вот здесь, где я сейчас ногу поставлю. Ну, это сейчас, он, как бы, опять же, не выставленный еще. Но пол, это заводской, да, то есть он должен уйти ниже. Унижнее будет, смотри, точно, точно уйдет глубже, чуть-чуть. Это ниже, чтобы вниз уйдет. Чуть вниз, да, и вглубь сюда. Как раз у нас получится. Блин, нет, тут придется ставить не на поле, тут подвесные. Даже если я сейчас уведу влево все это дело, вот. То вот у нас площадка под левую ногу. Вот педаль тормоза, как раз вот осевая линия. Чтобы все понимали. Здесь колонка будет проходить. Вот тормоз, вот газ. Все, рычаг уйдет чуть левее. Получается, вот руль сносится вот сюда, вот его заперметка. Вот здесь центр оси. Соответственно, руль уходит сюда. Я, соответственно, тоже влево. То есть мы сейчас эту подпорку фанеры делаем нормальную. Да. Передо сейчас сиденье еще чуть левее смотрим. Ага. Потому что руль сейчас мы не можем, он уперся в эту перекладину. Да. То есть сейчас он, условно говоря, там на какой-то... А, вот. И тратит. Нет, четвертый. Ну чего. Руль будет вот здесь. Человек будет чуть-чуть в правую идет. И выше. Угу. Потому что у нас более вертикальность такая руль. Чуть-чуть крутанется. Здесь чуть-чуть двинется вперед. И все у нас получится очень прикольно. Все. И у нас получается площадка слева будет рома маленькая. Тут даже есть место под нее. Слышно подклеить. Да просто внизу ее чихнем. Вот из внизу. Смотри. Вот, дай руку. Вот, да. Вы способны снизу чуть-чихнуть. И разберет площадка под ногу. Вот у нас сцепление. Вот здесь. А это носок как бы вывернутый чуть-чуть. Вот так стопал. Это в лажатом, условно в лажатом состоянии сейчас. Угу. Вот. И мы отработали сцепление. Все. Положили ее сюда. Отдыхать. Угу. Вот опять сцепление нажали. Все. Естественно, тормоз, газ здесь и здесь. Вот этот тоннель надо будет обрезать полностью. Но это вот уровень был штатного пола. По-моему, вот это штатного. Нет, нет, нет. Она шла ниже. И здесь профиль был. То есть оно вот это высоко было. Пьется, наверное, убирать. Потому что тут под педаль газа места из-за него сейчас будет мало. Ну, я ставлю только вот этот. Вот смотри, а колонка сама, она уйдет вот здесь и руль стоит вместо вот такого положения. Вот так. Угу. И он уйдет чуть-чуть к нам поближе. А по высоте руль выше-ниже? А это уже такая же высота. Соответственно, вот по ногам спокойно здесь даже сейчас можно увидеться. Ну, понятно, сейчас труба не дает полностью. Сейчас не дает труба, она будет вот сюда и чуть-чуть развернется. Потом у нас здесь будет меньше занять места. И все. А, например, крепеж вот этот, например, замок зажигания я бы вообще в панели бы сделал. Потому что здесь нужно по-хорошему убрать все. И свободное пространство, все на приборной панели. Ну, вот я, честно говоря, бы вот эти все переключалки вообще отсюда убрал. Потому что они такие какие-то, ну, тактильно плюшевые все. Можно купить и найти. Какой-нибудь. Возвека. Фиг его знает. Как помнишь, раньше эта мода была на КамАЗовский один рычаг. Когда делали вот такую кочергу. Некарусы, по-моему. Что-то было такое, да. Такая вот ваша кочерга вот такая. Тут все на нее выводилось. А, и на ней была как-то боковая. Такая лево-право поворотник. Ну, по-моему, да. Ну, так тоже можно. Потому что вот эти, ну, они какие-то такие, ну, знаешь, плюшевые все. Они еще вновь. То есть, и вот сейчас у нас более-менее уже реалистично место под пассажира. Да. Ну, вот тебе место под пассажира. Ну, вот я рядом стою. Да, вот ты пассажир. И вот спокойно вправо и спроход. Ну, тут камин еще. А, ну, камин-то еще далековато. До камин я специально зону сделал свободно. То есть, вплоть до того, что, ты знаешь, вот, прав-то, ступеньку не вот как было здесь, а ее именно развернуть вот сюда, назад больше. Так, человек сразу заходил туда. Здесь только для тех, кто реально знает, что сюда надо забраться. И можно забраться. Слушай, а вот по воздуховодам остаются штатные? Либо под штатные? Слушай, а штатные, знаешь, там, как было плюшево? Значит, было два воздуховода, значит, выходили вверх, нижние были не заглушены, они под панелью уже оставались. И стояла здесь еще одна печка, которая уже фигачивала назад. Смотри, насчет печки назад тут я не смогу тебе подсказать никак. Я хочу батарею пустить, которая, знаешь, от дальнобойных автобусов вдоль окон. Можно. Чтобы, ну, во-первых, тише было, плюс более ровное тепло. И здесь оставить только одну вот эту печку. Главное тебе здесь, если в ноги будешь дуть, чтобы дуло не вот сюда, а дуло вот сюда. А когда ты завелся, нужно срочно прогреться. Тебе как раз нужно точечно стекла в ноги. И, может быть, дополнительно дефлектор давать на боковое стекло. Так, а вот с уровнем пола, Коль, давай еще раз. Это как сейчас стоит. Все, то есть вот его выше не надо делать. Меня он устраивает. Так, а смотри, по двери тогда что мы делаем? Значит, у меня получается с этой стороны порог образуется. Да, мы, я бы рекомендовал бы тебе опустить чуть-чуть порог. То есть дверь удлинить. Это самый геморрой, с которым не хочется возиться. Какие еще варианты? Можно просто здесь водительскую сторону сделать, как бы пол ровный. А уже где пассажир и так далее, он, в общем, полом пойдет. Давай так. Водительский пол будет выше. Он будет заподлицо с этим. Ну да. Мне так вот сходу просто видеться. Просто переделывать дверь, но это лишняя возня. Согласен. Давайте так сделаем. Я сейчас перезамерю вот этот момент. Перерассчитаю крепеж на сиденье. И все. Так что, ну вот, условно говоря, если это доска полтинник, вот полтинник, пол как раз и поднимется. Скажи, что наше сцепление оставим подвесное, тормоз. Подвесное, чтобы сразу педальный узел оставить родной. Ну вот, только я насчет газа переживаю. Газ реально в дальнике значительно удобнее находит. А зеркало у тебя получается не вот тут, где оно сейчас есть. Оно вот сюда уходит. Пальцем машу. Ну, я просто тогда вот этот кронштейн, чтобы не делать вот этот вот длинный уз вот так вот. Слушай, либо, ну, крайний вариант, я родной уз сохраню. Он как раз такой, ну, длинный. Просто он у меня уйдет. Он торчал вот так вот. Да, будет торчать вправе. Вперед. Вот. А здесь получается либо вот эти кронштейны как-то перепиливать и вот на эту площадку делать. Но не знаю, насколько эта овчинка выделки будет стоить. Хорошо сидится? А уж едет. Ничего так на форде. На форде обратительно сидим. Там час проехал, уже спина отваливается. И у них неправильно сечение сделать. Золотое сечение? Вот сечение. Если бы золотое. Вторая часть, это, конечно, про мотик. Я уже выложил информацию, что я купил мотоцикл Yamaha Sero. Вот он стоит на заднем плане. Ну и сразу там были комментарии такие, что, ну, типа, лучше занялся автобусом. Там, типа, потратил деньги на мотоцикл. Вот. И не будешь заниматься автобусом. Скажем так, мотоцикл, это часть проекта. Соответственно, от переменными слогам их сумма не изменится. Вот. Поэтому мотоцикл куплен. И почему именно сейчас? Потому что мы все прекрасно понимаем, что автобус – это достаточно долгий проект. Мотоцикл на сегодняшний день уже приносит пользу. К примеру, значит, я уже анонсировал, что есть планы съездить в Грузию в отпуск. Соответственно, то есть я сдаю проекты, еду в Грузию, отдыхаю и занимаюсь активно кавзиком. Вот. И «Газель» сейчас у ребят в Чехове находится. Ее техническую часть приводят в норму. Вот. И мне получилось по кайфу. Я приехал, выгрузил мотоцикл, отдал машину ребятам в работу, на мотоцикле поехал дальше. Вот. Ну, вот это один плюс, да. Естественно, конечно, кайф покататься с мальчишками, да. То есть дети просят папа прокати. Ну, естественно, я с удовольствием. Ну, и сам тут потихонечку к окрестностям, катаюсь по окрестностям, да, и, соответственно, адаптируюсь к этому мотоциклу. Вот. Ну, почему именно Yamaha Serow? Первый. Ну, вот примерно, я не знаю, видео покажет или нет. Он маленький. Класс, наверное, Минска. То есть. Но при этом это все-таки мотоцикл японского качества. Я думал по поводу китайских новых мотоциклов. Тоджика его рассматривал. Ну, вот. Не знаю, ребят. Просто вот душа лежит именно к этому. Почему не там, не Хонды, не Сузуки там, да, более мощные, которые, кроссовые мотоциклы, а именно вот Yamaha Serow такой вот, он поменьше классом. Первое, что мне понравилось, то есть его длина, вот я специально сейчас выставил, да, то есть поперек автобуса, то есть он особо сильно не выступает за габариты автобуса. То есть это первый плюс. Второй плюс. У него шесть передач. Из них первая передача настолько тихоходная. Вот. И на нем просто кайф ездить по лесу. Вот. Причем я чуть позже в этом же видео вас приглашу прокатиться со мной. У нас тут есть вдоль Лопасни такая, ну, небольшая дорожка, но там есть овраги, бродики небольшие. И, соответственно, вы поймете, проникнетесь, почему именно этот мотоцикл. Вот. Шестая передача ему позволяет сносно ехать по трассе. То есть свои там 80-90 км в час крейсерские, вот так вот хватает. Можно ехать быстрее, но для этого мотоцикла особо нет смысла. Более мощный мотоцикл особо не нужен. У меня был опыт Дрозд, у меня был ВТХ, по-моему, 1300, да, 1300. И Вородеро из последних, да, то есть это все большие мотоциклы, тяжелые. Вот. Но это осознанный выбор и, честно говоря, ни разу пока не пожалел. Потом, что мне понравилось. Давайте я расскажу, что... Немножечко про этот мотоцикл. Он мне попался в достаточно хорошем состоянии. Он 96-го года, но здесь нет никакого колхоза, никаких там таких излишних тюнингов, да. То есть есть вот ручки защитные и, в принципе, все. Больше ничего нет. Нет, он стоковый. Резина, она стоит такая, ну, передняя покрышка, понятно, более-менее зубатая. Заднюю надо поменять, она вот, центральная часть сточена. То есть, значит, я заказал новый диск тормозной. Он здесь подточен, потому что стоят жесткие колодки. Колодки тоже новенькие заказал. Все родное, ямаховское. Вот, мотор здесь воздушник, соответственно, никаких лишних систем нету. Незачем ухаживать, хлопот нет. Повредить меньше, что возможно. Даже сохранился инструмент родной. Вот здесь он в нем спрятан. Два человека, в принципе, спокойно этот мотоцикл тянет. Вот. Ну и больше желать особо нечего. Да, то есть, еще раз повторю, для меня это достаточно золотая середина. Понравилось. Сначала я переживал, что он не под мой рост. Он чуть меньше, чем как бы нужен для моего роста. Но нет, оказалось очень даже хорошо. Особенно, когда едешь по полю, попадается колея либо от машины, либо от квадроциклов. То есть, ее за травой не видно. И здесь приходится выставлять ноги, как-то вот, ну, балансировать. Супер. Здесь мне очень понравилось. То есть, за счет этого я могу спокойно выставить. Соответственно, что еще по мотоциклу? Есть возможность, вот видите, рама достаточно такая простая. Открытые точки доступа, то есть, какие-то кофры поставить там, багажник, еще что-то. Вопросов нет. То есть, это все можно сделать. Потом, задний маятник стальной. Здесь я небольшое отступление сделаю. Значит, кстати, отступление, отступление. Как вы думаете, сколько мне лет? Напишите в комментариях, мне просто интересно. Соответствую я ли своему возрасту? Ну, не важно. В общем, есть какие-то такие маленькие проекты, скажем так, где, вот, по России я должен проехаться именно на Кавзе. Да, через всю Россию, неспешно, там, полгода примерно должно уйти. Примерно. Ну, скажем так, не больше, не меньше, там, ну, может быть, меньше, в зависимости от... Все, это философия. Дальше, соответственно, есть идея такая, что на Кавказ съездить. То есть, наш Кавказ, я имею в виду вдоль Черноморского побережья. Потом, соответственно, подняться вдоль Каспийского моря. То есть, Махачкела, Дагестан, там, ну, вот, Чечня, все вот это вот, республики, скажем так. Все это объехать на другого вида техники. Вот, ее подготовить конкретно для этого путешествия. Кольский рыбачий – другая техника. И именно заезжать в те места, где обыкновенный джип не заедет. Да, а вот с мотоциклом есть такая небольшая идейка – съездить и посмотреть северное сияние. Вот, и для этого я для него сделаю прицеп, который будет крепиться за маятник, соответственно, одно колесо, и здесь тележка со скарбом будет. Вот такое желание есть, это небольшой проект, он краткосрочный, но, в общем, хочется реализовать. Вот, про мотоцикл я в целом все рассказал. По поводу его крепления наверняка повторно будут вопросы, касаемо передка. Здесь ситуация, ребята, очень простая. Тоже я ее, как бы, потихонечку переосмысливаю. Я имею в виду, что вот сейчас столкнулся с тем, что надо будет ехать, отдыхать в Грузию. Я хочу мотоцикл с собой взять, когда поеду на Газели. Вот, и он поедет. Я думал сначала его везти в грузовом отсеке, но чтобы не вытаскивать каждый раз, да, не открывать дверь. Но, скорее всего, он поедет сзади, на заднем бампере. Там есть определенная задумка, как сделать, чтобы был быстрый доступ в грузовой отсек. Потому что туалет, душ, оборудование туристическое. И, кстати, там какие-то элементы, которые отработаются в этой поездке, они, если пройдут успешные испытания, они будут применены здесь, в автобусе. Вот, и здесь я возвращаюсь к тому, что я не буду упираться к креплению мотоцикла в передней части. Здесь логика простая. Допустим, когда я еду оживленные трассы, я имею в виду милиция, города, все остальное. Естественно, мотоцикл пускай едет в задней части, да. Но из-за того, что в задней двери там будет все, туристическое снаряжение, оборудование и куча-куча всяких таких вещей, потому что по конструктиву других мест и доступа большого нету, я мотоцикл снимаю с той платформы и переставляю его на передок. То есть, та же Монголия, там, условно говоря, Магадан, где нету гаишников, некому докапываться. Соответственно, мотоцикл будет ехать спереди, чтобы каждый раз было проще иметь доступ в грузовой отсек. Может быть, если успешная идея пройдет с Газелью, это устройство я применю сзади, и не надо будет морочиться с перестановкой мотоцикла перед-зад. Посмотрим. Вот. Ну что, теперь я приглашаю со мной прокатиться. А, еще одно отступление, там, любители комментировать правильные типы вещи. Значит, вся снаряга, которая у меня была, она заточена под дорожные мотоциклы. На сегодняшний день у меня есть перчатки, есть шлем, очки предстоит купить, ботинки, черепашка у меня есть. Но, в общем, покатушка лайтовая, и поэтому защита сейчас будет одета минимальная. Погнали. Вот такая спортивная улитка гоночная попалась мне, точнее, досталась от предыдущего владельца. Субтитры делал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Одно из преимуществ, да, то есть вот приехали, делянка. А здесь наверняка могло быть урочище или какая-нибудь стоянка древнего человека. То есть можно походить, по теряшке всякие поискать. И вот преимущество. Сейчас я просто не еду сюда на мотоцикле, чтобы не мучиться с разворотом. Просто я здесь не знаю места. Но сам факт, что можно приехать вот в такое труднодоступное место, когда автобус стоит на стоянке. И вот мы видим речку Лопасня. Движение можно попробовать туда куда-то продолжить. Вот речка. Смотрите, какая красота. Дорога туда, но там бурелом. Кувшинки. То есть мой мотоцикл расширяет возможности в путешествиях. То есть можно стоять лагерем и куда-то совершать радиальные выезды. Конечно, было бы прикольно, если бы еще жена села на мотоцикл. Вот, и чтобы всей семьей можно было ездить. Но боюсь, что это фантастика. Там вот запруда. В общем, класс. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ЧАЙНИЙК! Опа! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хотя есть объезд вон понизу Но не тот кайф будет тогда Высшая покрышка Ну В общем, на самом деле кайф Вот И я, конечно, понимаю, что Езда на таком мотоцикле Она абсолютно другая, нежели На дорожном мотоцикле Там, не важно, спортбайк, чоппер Совершенно другая езда Вот, но, соответственно, есть повод Поучиться Первая ссадина Это вопрос к защите Видите, черепашку не захотел одевать Легкое падение Мотоцикл все это пережил без проблем Вот, ну вот у меня царапина Была бы черепашка, не было Царапина Ну, в общем, есть к чему стремиться Так что сейчас попробуем обратно проехать Потому что Там вот это вот Спуститься я спустился Колея А обратно Лысая покрышка, возможно Да невозможно, скорее всего, не даст Но сейчас будем пробовать У-у-у ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас вот ручей Проедем чуть вверх по течению И вот здесь вот Попробуем выскочить Ручей, который впадает в опасню Здесь вот такие холмики Соответственно, благодаря мотоциклу Есть возможность Туда добраться Поэтому мотоцикл это Способ расширения Своих возможностей в путешествии Поехали дальше Все работает мягенько Коробка, стартер, тормоза В общем, бомба Я доволен мотоциклом на 100% Ни больше, ни меньше Вот это то, что я хотел Вот такой живописный овраг Вот с этого небольшого склончика Я упал Но, как говорится, ничего страшного Опять же Мотоцикл молодец Отрабатывает Просто надо Нарабатывать технику управления этим мотоциклом Все раз повторю, что он очень послушный Мне прям просто нравится ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, вот такие, ребята Небольшие приключения Такие новости Надеюсь, вам было интересно До новых встреч Всем всего доброго Пока-пока Ребят Ребят, в конце видео Хотелось рассказать Одном своем наблюдении Причем Оно настолько простецкое Но я испытываю кайф Каждый раз, когда это одеваю Я говорю сейчас про подтяжки То есть, до этого я работал С ремнем в брюках А тут поехал покупать очки В магазин, где спецодежды торгуют И, короче, вот подтяжки Реально прикольные, широкие Взял за 300 рублей И я вообще не радуюсь То есть, когда ремень Соответственно, живот стягивает Наклонится Все это дело передавляет Еще раз говорю Все это влияет на работу Особенно, когда Пообедал Вот И, в общем, изобретение Подтяжки Вещь Такая вот маленькая радость В моей жизни Не знаю, что я делал без них Все это время Редактор субтитров А.Семкин